Хрусты из мелкой рыбы На сковородке размягчила Такие нудные мелкие кости Мы делаем тонкие надрезы Надрезы мы делаем Достаточно часто Получается, если не лень Где-то миллиметра через 3-4 Надрезы должны быть Достаточно глубокими, чтобы доставать До позвоночника, но не прорезать его Таким вот образом Мы с вами подготавливаем Все тушки Далее Нарезанные тушки рыбы Мы сейчас с вами будем Подготавливать к жарке Для этого можем уже поставить Разогреваться сковородку Масла нужно Не очень много Если сковорода тефлоновая Или с новым керамическим покрытием К которому не сильно прилипает рыба Но в принципе Должно закрывать дно Пока у нас масло с вами разогревается Мы начинаем обваливать В муке или в панировке Заготовленной тушки Обычно Я готовлю рыбу в панировке Есть специальная панировка для рыбы Она очень вкусная С приправкой Но почему-то вот именно Хруст и лучше получается в муке Хотя это вопрос вкуса Масло у нас начало потрескивать Закипело Следовательно Мы можем выкладывать Подготовленные обваленные тушки На сковородку Вот видите Треск пошёл Значит масло достаточно разогретое Аккуратненько укладываем Чтобы кипящее масло Не попало нам на руки Отдельный вопрос По поводу засола В принципе для хрустов Можно солить тушки Точно так же как мы их присаливаем Для других рыбных блюд То есть заранее натереть Крупной солью Дать полежать в холодильнике Несколько часов Потом промыть Таким образом получается Равномерное просаливание Но можно в принципе присаливать И потом в процессе готовки Я обычно присаливаю Если рыба не солёная Заранее После того как образовалась корочка Для того чтобы соль Не вытягивала соки из рыбы Сейчас мы с вами Жарим первую сторону рыбы Для образования корочки Для этого нам ни в коем случае Нельзя рыбу закрывать крышкой Можно накрыть вот такой вот теткой Чтобы масло не летело Не брызгало в разные стороны В принципе жарится корочка На сильном огне Или практически на максимальном уровне Если это электроплита Как в данном случае И жарится довольно быстро Проверим готовность нашей корочки Возьмём лопатку Аккуратненько Поднимем одну из рыбок И посмотрим на корочку Видите уже началась Начала образовываться Такая желтоватая коричневая корочка Из муки В принципе практически готова Ну дадим ещё немножко ей пожариться Там соблюдо это изначально Конечно совсем не диетическое Понятно что оно будет И хорошо прожаренным И много будет масла Но вкусно должно быть Ну вот корочка с одной стороны У нас практически готова Поэтому мы начинаем аккуратно Рыбку переворачивать Одной за одной Смотрите Какое у нас уже аппетитное Получается блюдо Только очень аккуратно Чтобы не отпариться В пищачем масле Наша рыба Не была присолена заранее Поэтому мы присолим её сейчас Когда у нас сверху Обратовалась корочка В то время как у нас Обжаривается вторая сторона Тоже закрываем Петкой И повторяем процедуру Вот у нас на второй стороне Тоже образовалась Золотистая корочка Переворачиваем Рыбу обратно Убавляем Огонь Или мощность Не забываем Что нам надо присолить С другой стороны И вот в таком режиме Я даю под крышкой Ей ещё немножко Дойти до готовности В принципе Если это электроплита Можно вообще её выключить Но если это газовая Значит на медленном огне Ещё минутку подержать Для того чтобы Особенно если рыбки Чуть покрупнее чем 100 грамм Чтобы рыба всё-таки Прожарилась до конца Вот у нас рыбка дошла До кулинарной заходности Под крышкой Мы аккуратненько Перекладываем её на тарелку Стараясь чтобы Излишки масла Остались всё-таки На сковородке Если масла было Очень много Потому что в принципе Такую рыбу Можно готовить Во фритюре То можно откинуть Её на Кухонные бумажные полосенцы Чтобы этот остаток Масла Снять В данном случае У нас масла Не так много Поэтому мы получаем Уже готовое блюдо Которое можно Подавать к столу Вот это Такие у нас хрусты Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...